Всем привет, на связи обучающая платформа Moaboo и в сегодняшнем видео мы поговорим о двух довольно-таки популярных виджетах ViewPager и работающей на основе ViewPager Tabs. Итак, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности, то есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Что же такое ViewPager? ViewPager это реализация листающегося контента, загружающегося из фрагментов. Если кто знаком с веб разработкой, то помнишь, что такое слайдер. В качестве слайдера можно было оформить что угодно, изображение, кнопки или текст. То есть, вы могли листать также какой-то контент, кликая по специальной навигационной панели. Так вот, в Android разработке эту функцию слайдинга выполняет ViewPager. Сейчас я вас познакомлю с проектом, который мы делаем с учениками на курсе Android разработчик за 3 месяца. Если хотите проконсультироваться по поводу курса, то все ссылки есть в описании к видео. Итак, мы имеем проект с карточками фильмов, который можно не просто листать, а также имеется небольшая навигация снизу, которая отображает сколько слайдов мы имеем и какой из них сейчас активен. И да, по этой навигации можно тапать. И если мы тапнем, то мы сможем переместиться по контенту или можем просто листать наш ViewPager. Другой виджет это вкладки, это расширенные возможности использования ViewPager. Смотрите, у нас навигация представлена в виде вкладок и уже расположена над листающим контентом, а не после него. При тапе по вкладкам отображается соответствующий контент по смыслу подходящий к каждой вкладке. Для вкладки мы можем установить и название, и иконку, и даже смену цветового оформления для активной выбранной вкладки. Если вкладок слишком много для отображения на одном экране, и они все не помещаются, то мы можем также сделать вкладки листающимися, вот так. По факту листающий контент с такими вкладками, это тоже ViewPager, но только с расширенным функционалом. То есть у нас имеется более интересная навигация. Как же создать нам ViewPager? Реализация ViewPager состоит из нескольких этапов. Этап 1. Создаем фрагменты для каждого слайда. Да, то есть смотрите слайдер, то есть листающий контент состоит из отдельных слайдов. В андроид разработке слайдом служит отдельный фрагмент. Исходя от нашего примера, мы размещаем каждую карточку с фильмом в отдельном фрагменте. В Activity или во фрагменте, исходя из вашего случая, в нашем случае мы в Activity размещаем виджет ViewPager, и под ним или над ним располагаем виджет Tabs, который будет являться навигационной панелью. Все это мы делаем в XML шаблоне соответствующего класса, ну то есть соответствующего Activity. После этого на этапе третьем мы создаем адаптер, который будет осуществлять загрузку контента в наш ViewPager. На четвертом этапе мы переходим в наш класс, в XML шаблоне которого мы разместили виджет ViewPager, то есть в нашем случае это будет класс Activity. Здесь мы подсоединяем адаптер, который будет осуществлять подгрузку контента к самому виджету ViewPager, а также настраиваем виджет Tabs, который будет служить навигационной панелью. После этого наш ViewPager начнет функционировать. Да, действительно ViewPager это второй по популярности сложный виджет после RecyclerView, и умение им пользоваться является просто обязательным скиллом любого андроид разработчика. Если вы хотите научиться применять ViewPager в разработке мобильного приложения, то вы можете приобрести урок по ViewPager у меня. Ссылка для получения этого урока есть в описании к виджету. Но я все же рекомендую записаться вам в обучающую программу Android Разработчик за 3 месяца. Ссылка для записи есть в описании под видео. Если хотите сэкономить деньги, время и силы, то записывайтесь на обучение. А на сегодня у меня все. С вами был обучающий проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.